МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По соседству Курская область павильон усеян травами местных полей. Здесь же рассказывают о полезных ископаемых, которыми богат регион. Тамбовская область – край, который славится людьми. Родом отсюда изобретатель Ладыгин, математик Калмогоров, литератор Державин и самая известная советская партизанка Зоя Космодемьянская. Все павильоны выставки оформлены в своем неповторимом стиле. Волгоградская область приветствует небесно-голубыми волнами Волги. А в центре инсталляции, конечно, главный монумент страны – родина-мать во всей красе. На выставке не только хозяйственные и промышленные достижения регионов страны. Россия невозможна без своей истории. Истории прошлого и настоящего. Луганская народная республика – край, богатый углем. Новая территория, вошедшая в состав нашего государства. Здесь же – республика Донецкая. А чуть дальше – павильоны Запорожской и Херсонской областей. Тем, кто Земле предпочитает космос, на международном форуме тоже есть что посмотреть. Одноименный павильон представляет достижения лучших ракетно-промышленных комплексов страны. Среди них – химкинское НПО «Лавочкино» и макет нашумевшего на весь мир аппарата «Луна-27». Бюро «Факел» на выставке представило макеты двигательных установок «Марафон» и «СПД-50». Но не только посмотреть на космические ракеты и корабли можно в этом павильоне. Также здесь можно попробовать ощутить на себе все прелести космического быта. Вот так на полусогнутых приходится здесь передвигаться. Вообще-то интерактивная зона, она преимущественно для детей. Но мы не могли пройти мимо и не попробовать себя, не войти внутрь и не посмотреть, что же здесь есть. Множество кнопок и рычагов. И каждый можно двигать. Впрочем, даже без этого уменьшенного космического корабля на выставке многое удивит. Вот только если и решите посмотреть на все лично, закладывать нужно, пожалуй, целый день. Очень уж богата наша страна. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.